Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим об взаимодействии в паре, о том, как мы можем это использовать для улучшения состояния каждого. Потому что, когда мы взаимодействуем, это процесс, который направлен на то, чтобы понять лучше себя и другого человека. Хотя на самом деле все едино. И когда происходит взаимодействие, то важна очень честность и открытость, то есть направленность по направлению друг к другу, потому что именно это помогает почувствовать себя, почувствовать другого и быть собой, быть в этом потоке. Это происходит очень хорошо на тантрических мероприятиях или каких-то других подобных практиках. На самом деле это все можно ввести в нашу естественную жизнь, то есть просто быть в этом состоянии. Чтобы в нем быть, важно действительно понять, что мешает, что мешает быть вот собой, то есть что мешает позволить партнеру быть собой. Это обычно какие-то негативные заряды, которые накапливаются еще от рождения, от прошлых воплощений. То есть то, что мешает нам реально чувствовать себя вот таким вот естественным, то есть быть в потоке и позволять другому быть самим собой. Вы можете почувствовать, когда подходите даже к другому человеку, появляются какие-то негативные эмоции, страх, неприятие, какое-то желание бывает или напасть, или убежать. Все это как раз вот эти вещи, о которых я говорю. И действительно их можно проработать. Потому что когда у человека, ну например, подходишь к девушке, у тебя состояние страха или какого-то наоборот агрессивности, шутливости или чего-то подобного, то есть не можешь быть собой, оно происходит как течет вот это из тебя, и не можешь ничего с этим сделать. И это действительно вот те вещи, которые можно проработать. Потому что когда вот есть вот это естественное состояние, то там спокойствие. То есть можно быть рядом и даже просто ничего не делать, и в этом классно. То есть вот этому учили многие учителя. Например, Оша проводил много различных практик, направленных на то, чтобы люди почувствовали себя самими собой. И каждый человек, который занимается духовной практикой, он становится ближе к себе. Партнер, он является как помощником, как в какой-то степени тем, кто направляет, помогает, дает обратную связь. То есть это человек, который, ну скажем так, является индикатором, критерием того, все ли идет нормально, все ли хорошо, хорошее ли у тебя состояние. И вот во взаимодействии партнером рождается нечто такое, что дает вот поток взаимодействия. И каждый человек в этом потоке может, ну скажем так, улучшаться. То есть это и есть взаимодействие, которое помогает. То есть оно не лишает кого-то своей цели или своего состояния удовольствия, радости. Оно помогает и ведет к еще большему улучшению. Поэтому, когда мы открываемся друг к другу, то как раз вот это и происходит. А я помогаю человеку с помощью процессинга счастья убрать вот эти негативные заряды, которые ведут к отдалению, к скрытости, к совершению каких-то проступков и так далее. И постепенно у человека уходит вот эта необходимость, то есть делать проступки, скрывать их, отдаляться и так далее. Потому что это и есть разрушение отношений, когда человек начинает скрывать, когда ему плохо, когда он хочет что-то сделать такое, что самому неприятно бывает. И эти вещи, они действительно очень сильно вредят. Поэтому чем меньше у нас проступков, тем меньше у нас скрываний, тем ближе мы друг к другу. И это касается не только отношений в паре, это касается любых дружеских, финансовых отношений, партнерских любых отношений. Ведь партнерство – это самое важное. Когда мы для друг друга являемся партнерами, я имею в виду друзьями, то есть людьми, которые действительно направлены на помощь, не на, скажем, то, чтобы что-то взять или отобрать, как-то обмануть, а на созидание. Вот созидание – это как раз и есть наше отношение, наша семья. То есть семья или семья от слова семя, то есть род, рождение – это все русские слова, они очень хороши тем, что они сохранили систему понимания того, откуда это действительно. Если изучать родную веру, то это будет очень во благо, и вы с вами поймете, что русские слова сохранили корень. Это же есть и в украинском языке, и в белорусском. Во многих славянских языках корни сохранились, и поэтому они очень близки нам, и каждый человек, можно сказать, может понять друг друга гораздо лучше, чем, например, те, кто изучают английский или французский язык. Поэтому, друзья, я очень рекомендую вам, что если у вас есть ваш партнер, то пообщайтесь с ним, найдите общее, придите к пониманию и начинайте действовать, заниматься вместе духовной практикой. Мы, например, делаем тренировочные упражнения по общению, которые помогают улучшить навыки присутствия, воспроизведения, принятия, то есть понимание, и это улучшает состояние и приводит к гармонии, спокойствию и умиротворению. Поэтому кому интересна тема отношений, улучшение отношений, чтобы быть собой в отношениях и позволять другому быть собой, это пишите в комментариях или прямо мне в контакте, они указаны под этим видео. И, конечно же, добавляйтесь в друзья, я буду рад общению. Подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и колокольчик для напоминаний, чтобы вы могли не пропускать новые видео. Они выходят на канале каждый день. Всего вам доброго и до скорой встречи!